Все мы чего-то боимся, но иногда наши страхи могут быть слишком неожиданными. Это канал Назаметку, спасибо, что зашли. Разберём 20 самых нелепых фобий, начнём с более понятных. Игнорофобия. Видимо, этим страдают все, кто когда-либо отправлял сообщение, его просмотрели, но ответ так и не пришёл. Неужели нельзя быть нормальным человеком и один раз ответить? Оказывается, это официально признанная фобия. Кстати, если после просмотра видео вы не подпишетесь на канал, у авторов может развиться нечто подобное. Ладно, надеюсь, что нет, но всё равно буду благодарен. Следующий страх тоже знаком очень многим – пентерофобия. В народе её прозвали мегерофобия. Страх тёщи. Куда ты собрался? Чаще всего фобия возникает ещё до свадьбы. Виной тому стереотипы. Ведь не все же тёщи плохие. Ну и если страхи подтвердятся, избавиться от неё, я имею в виду фобию, а не тёщу, будет достаточно сложно. Так что если Тамару Игиловну из Уральских пельменей вы знаете лично, можете использовать эту фобию в качестве оправдания. Потом меня поблагодарите. Всё, что говорит любимая тёщенька, это правильно. Кстати, о браке. Если ануптофобия – это страх остаться одиноким, что звучит грустно, но вполне логично, то её противоположность – это страх брака, гаммофобия. Или синдром сбежавшей невесты. Или жениха. Вот уж правда бич современности. При первом намёке на свадьбу человек может перейти от симпатии к ненависти или замкнуться на себе. Вот поэтому я и не женюсь. Такие люди никогда не признаются в любви первыми, а на предложение руки и сердца обязательно откажут без понятных на то причин. Представил себе, что она будет жить в моей комнате каждый день мелькать у меня перед глазами. В некотором плане это похоже на следующий страх – евпофобия, боязнь хороших новостей. Нельзя вот так врываться и говорить тревога о сюрпризе. Нужно меня предупреждать. Если есть хорошая новость, значит будет и плохая. Так что обрадовать такого человека крайне сложно. Скорее всего причина связана с событиями в прошлом, когда после радостного события резко наступало что-то плохое. Не всегда есть подвох. Тогда как вы объясните это? Всегда есть подвох. От страха перед хорошими новостями перейдём к страху перед всем, что связано с религией. Агеофобия или иерофобия. Таких людей пугает всё божественное. Священные атрибуты, храмы, священники. У верующих может сразу возникнуть вопрос, а фобия ли это или что-то посерьёзнее. Объясняется это ассоциациями со смертью, мистикой и страхом наказания. Иногда страх почему-то переходит в довольно необычную стадию. Папа-фобию. Страх папы римского. Хм, дубль два. Боязнь думать. Фронимофобия. Иногда человек боится думать о чём-то конкретном. Но бывает, что это касается мыслей вообще. Они становятся чем-то неотвратимым, пугающим. Куда как проще не заморачиваться. Тогда и ответственности меньше, и голова болеть не будет. Нечто похожее гнозиофобия страх знаний как таковых. С детства мы слышали о том, что жёлтый цвет – это возбудитель внимания и ярких эмоций. Но оказывается, он может вызывать и страх, ксантофобию. Таких людей пугает буквально всё жёлтого цвета. В нашем списке странных фобий это встречается довольно часто – у 5% населения Земли. В крайних проявлениях этот страх может вызывать агрессию по отношению к чему-либо жёлтого цвета. Следующая в списке – хронофобия. Страх перед временем. Мучительное ожидание чего-то важного, ощущение, что жизнь проходит слишком быстро – это всё сюда. Хронофобы бесконечно смотрят на часы или, наоборот, избегают мыслей о времени. Иногда эта фобия вызвана депрессией. Речь не о риторическом «как быстро летит время», а о реальном страхе. В основном этим страдают пожилые люди и те, кто долго находятся в замкнутом пространстве. Чем дальше, тем страннее. Анаблефобия – страх посмотреть вверх. У одних это связано со страхом упасть в небо, у других – со страхом самого неба – уранофобии. Такие люди опасаются угрозы, которая может упасть с неба. Некоторые боятся лежать на спине, даже в помещении. Может быть, в этом причина того, что современный человек всё время смотрит под ноги или в телефон. А ведь там наверху так красиво. Нечто похожее представляет из себя нефофобия – боязнь облаков. В ясную погоду нет проблем, но стоит на небе появиться хотя бы одной тучке, она сразу становится похожей на монстра, готового напасть в любой момент. Облака могут вызывать у таких людей от лёгкого дискомфорта до настоящей паники. Мда, в Москве они бы точно не выжили. Кстати, раз уж мы заговорили про облака, на канале про них есть отдельное видео. Так что можете посмотреть, если у вас, конечно, нет этих фобий. Тут написано «Все фобии». Да. Но тут только пять строчек. Напишите на обороте. Мне нужен ещё листочек. Как вы поняли, наш топ страхов на этом не закончен. Смотрите вторую часть в следующем видео. Дальше больше. Мне нужен ещё листочек.